Всем привет! С вами я, Дмитрий Фреско. Вы смотрите Кулинарную пропаганду. Ничего не вечно под луной, к сожалению. Во время съемок последнего ролика практически одновременно вышли из строя обе моих камеры, на которые снимал я свои рецепты. Отвез их в ремонт за 130 километров от дома и теперь безлошадный. А чтобы вы не заскучали во время этого вынужденного перерыва в съемках, я решил немного покатать вас по окрестностям и поснимать видео вот на эту фитюльку и на GoPro. А едем мы с вами не оба куда. Едем мы с вами смотреть футбольные поля. Да-да, не удивляйтесь. Как я говорил уже вам раньше, живем мы в Жук-Инерее, и неподалеку от нас находятся два совсем маленьких городишки. В одном из них чуть больше 6000 населения, а в другом чуть меньше 7. И вот я хочу вам показать, какие футбольные поля в этих городках. Ну вот и приехали. Мы идем в спортивный комплекс городишки с населением 6000 человек. Ну, 6200. Это по данным переписи на 2010 год. Комплекс включает в себя теннисную площадку. Примерно с 5 часов вечера и до самой поздней ночи здесь постоянно идут тренировки. Все площадки очень хорошо освещены. Открытый бассейн на 6 дорожек и длиной 25 метров. Это, напоминаю вам, спортивный комплекс городишки с населением 6200 человек. И футбольное поле. По всем правилам FIFA с великолепной разведкой, с освещением в ночное время, с великолепным покрытием. Тот ор, что вы слышите, издают будущие чемпионы Испании. Здесь шумят в раздевалках пацаны от 6-7 лет и лет до 15. Сейчас они здесь будут играть. Футбольные поля такого качества здесь есть буквально в каждой дыре. А в городке покрупнее, до него 15 километров, целых 3 таких поля. Становится понятно, почему испанцы, мягко говоря, довольно неплохо играют в футбол. Я прекрасно помню, что подписывались вы на канал не для того, чтобы смотреть зарисовки про жизнь за границей, а из-за еды. Поэтому, несмотря на отсутствие приличной съемочной техники, я вам сегодня кое-что все-таки покажу. Будет сам лайфхак, где-за недорого пожрать охуги на Коста-Бланке. Китайцы заполонили всю Испанию не только своими огромными магазинами с кучей дешевого китайского барахла, но и вот такими заведениями. Это Вокбуфет. Едальня работает по принципу шведского стола. Платишь фиксированную сумму, трескаешь сколько хочешь. Разные Вокбуфеты немного отличаются. В некоторых фиксированную плату входит и питье, а в некоторых выпивку надо оплачивать отдельно. Выбор более чем разнообразен. Во-первых, всевозможные овощи-фрукты. Не могу сказать, что все они были доставлены вечерней лошадью из Парижа, но все довольно свежее. Мясные блюда в этом заведении представлены свининой, говядиной, курицы в Кистославском китайском сообществе с овощами. Очень неплохо на мой вкус, между прочим. И особая статья – сырое мясо, рыба, морепродукты. Все это можно накидать на тарелку и пройти к повару. А уж он приготовит все при вас. Не могу сказать, что это уровень какого-то крутого ресторана, но для заведения уровня, по сути, столовой – это очень хорошо. Вот так вот мне все обжаривают. Сейчас буквально 2-3 минуты, и все будет готово. Уже очень хочется есть. Положил в одну тарелку готовые закуски. Три вида. В кисло-сладком соусе. Это у нас говядина, креветки с ананасами, похоже, и с морковью. И это, видимо, курица в кляре. И какие-то рисовые, такие, не знаю, как их назвать. А вот это те самые морепродукты, которые я набрал. Сейчас я их буду пробовать. Сейчас я сниму пробу, а потом отверну камеру, чтобы вы не смотрели мне в рот. Что мне нравится? Вот это вот мясо в кисло-сладком соусе всегда здесь очень мягкое. Ну, а соус достаточно стандартный. Так, пройдемся по вот этой вот, видимо, не знаю, что это. Не могу опознать. Так, ну и тут же я вам уже показал. По морепродуктам. Во-первых, вот они, маленькие каракатицы, которые я вам постоянно рекламирую. Вы отвернитесь на секундочку. Вкусные каракатицы. Моллюск, который, по-моему, эта раковина называется венерка. Могу ошибаться, а может быть морской гребешок. Вкусно. Ну и пройдусь напоследок по овощам. На мой взгляд, очень плохо. На десерт нам предлагают овощи, фрукты и мои нежно любимые профитроли. К ним обязательно, я считаю, надо подавать шоколадный соус. Я шоколад не люблю, но совсем немного здесь будет в тему. Обед здесь нам вышел в цену 25 евро. Из них 21 евро. Это еда на двоих. А 4 напитки. Бутылка воды и бутылка пива. Вот и все на сегодня. Приношу огромные извинения за такое отвратительное качество видео. Надеюсь, что все-таки в течение недели мои камеры починят. Цены в этом вокбуфете вы видите. Для маленьких детей, как вы видите, цена принципиально другая. Надеюсь, что теперь вы голодными на Коста-Бланке не останетесь. Спасибо за компанию. Всем пока.